Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо на моем сайте мирчур.лонавы.ру, либо на моем канале на ютюбе. Сегодня мой очередной урок по работе в программе Патемейкер. И сегодня я хочу вас познакомить с новым методом ручного перенабора схем, который я назвала перенабор схем без склейки. Хочу сразу сказать, что по перенаборам у меня есть ни один урок, ни два, целых даже четыре. Кстати, все мои уроки вы можете легко найти, если кликните вот на эту страничку путеводитель по моим урокам. Здесь у меня все разложено по тематике. Как раз здесь есть разделщик перенабор схем. Здесь у меня есть четыре урока. Самые первые, самые длинные, это перенабор схем дименшинс. И последние, о котором я рассказывала, как я делала перенабор дименшинс, поли три дименшинс. И сегодня будет новый урок. Хочу сразу сказать, что волшебным образом схема не перенаберется в новом методе. Все тот же ручной набор, который требует внимания, который требует времени и требует аккуратности, потому что при ручном наборе присутствует всегда такая вещь, как человеческий фактор, когда ты отвлек внимание, когда ты что-то не туда нажал на компьютере. Для каких схем подходит этот новый метод? Он подходит для схем больших, состоящих из нескольких частей. Как мы делали перенабор больших схем, мы каждую часть перенабирали отдельно, а затем склеивали. У нас перенабор состоял из нескольких частей. В общем-то, коротко скажу об этом методе, в чем его суть. Вы перенабираете первую часть, удаляете оттуда подложку, схему увеличиваем, и затем в эту же самую часть, которую мы перенабрали, мы подкладываем в нужное место следующую часть подложки, перенабираем, убираем эту подложку, и в эту же самую перенабранную часть мы подкладываем следующую часть графики и так далее до тех пор, пока у нас перенабор не будет готов. Так можно его коротко охарактеризовать. Хочу сразу сказать, что на этот новый метод меня вывела одна из моих читательниц, зовут которой Наталья Бурцева. Большое ей спасибо. Она мне еще летом писала о том, что она несколько по-иному перенабирает схемы. Я сначала довольно, кстати, скептически к этому отнеслась, потому что, ну что нового можно изобрести в перенаборах. Но оказалось, что можно. Я попробовала то, как она мне говорила. Я пробовала ее метод, потому что мой метод несколько отличается от ее метода, как она перенабирает. И хочу сказать, что, несомненно, в этом методе есть большие преимущества, но есть и недостатки. Когда еще хороший этот метод, сразу говорю, дело в том, что когда мы перенабираем схемы, где есть дубликаты цветов, например, Dimensions, Ancora, Ancora Maya, такие большие, такие сложные перенаборы, при наличии дубликатов, кто делал перенаборы, есть вероятность того, что программа что-то меняет в палитре, либо убирает один дубликат, либо, например, как у меня недавно было, два бэка, один черный в одну нить, второй в три нити. Соответственно, разные стили, разные цвета. Так вот, программа самопроизвольно при склейке меняла мне и стили, и цвета, то есть изменяла палитру. В этом новом методе такое просто исключается. То есть палитра не будет изменяться. Кстати, почему эти изменения происходят? Скорее всего, из-за вот этой функции параметры вставки. Вот если вы здесь кликните, то нет галочки добавить все цвета при вставке. И программа, видимо, склеивает, просто соединяет дубликаты. Но, видимо, как-то можно это дело устранить. То есть добавлять цвета, потом удавлять лишние при склейке. Но я вам предлагаю все-таки воспользоваться новым методом. В общем-то, он мне очень понравился. И я, скорее всего, перейду именно на такой метод. Единственное, что здесь нужно будет морочиться с графикой. То есть вам нужен будет хороший графический редактор, который сможет хорошо отредактировать графику. Каким я редактором пользовалась? Я об этом редакторе не раз говорила. Этот редактор бесплатный, общедоступный редактор Пиказо. Он делает все то, что мне нужно. То есть он мне улучшает изображение, он кадрирует и выравнивает. Именно эти три функции нужны для этого перенабора. Этот очень простой, очень доступный, очень наглядный редактор. Итак, давайте же посмотрим, какую мы схему будем перенабирать. Сегодня мы будем перенабирать опять схему Dimensions. Естественно, в палитре Dimensions я это делала. Это золотая коллекция Dimensions. Называется букет Mary. И теперь давайте посмотрим, каким образом выглядит графика к этому перенабору. Итак, я нашла вот такую вот графику. Дизайн квадратный, 30 на 30 сантиметров. В общем-то, графика четкая и ясная, если здесь посмотрите. Единственное, можно просто улучшить изображение. А так, в общем-то, она читабельна. Здесь какой есть недостаток в этой графике, я обнаружила поток. Здесь съеденный один столбец. Вот этот первый столбец во второй части. Так что потом мне просто-напросто пришлось очень-очень сильно увеличивать вот так вот схему и смотреть, какие же там символы прячутся вот здесь вот в последнем столбце. Вот первую часть графики я открыла в редакторе Пиказо. И хочу сказать, что с первой частью я ничего особо не делала. Единственное, что я поставила функцию «Мне повезет», вот у нас схема стала ярче и четче. Графический редактор таков, что каждую часть лучше отдельно сохранить. То есть я здесь сохраняла под названием часть первая. А об остальных частях я вам расскажу позже. Кстати, картинку можно и в программе редактировать, но мне кажется, что лучше все-таки отдельно. И после этой редакции мы делаем все то, что мы делаем обычно. Именно так я делаю. Итак, я загрузила подложку. Затем кликаю «Далее». Здесь ставлю функцию «Сделать изображение фоном для обводки». В общем-то, все, что обычно. Вот здесь, кстати, можно увеличивать, уменьшать схему. И здесь, кстати, можно обрезать в самой программе, если вы хотите. Здесь можно также и отредактировать. Вот, но я это уже сделала заранее. Мне это делать не надо. Можно, конечно, и в программе сделать. Единственное, что нельзя сделать в программе, это выровнять. Для этого нужен какой-то более продвинутый редактор. Итак, говорим далее. Далее я, как обычно... Кстати, Наталья вообще не накладывает сетку, но она немножко по-другому делала. Но я далее делала, как обычно. Я накладывала сетку. Кто не знает, я обычно накладываю либо через 20 крестиков, либо через 30. В общем-то, почему я накладывала сетку, можно делать и без сетки. Хочу сразу сказать. Потому что все-таки при наложении сетки сетка ложится ровнее, чем при том методе, о котором я вам расскажу позже. Так далее, после того, как я поставила между метками 30 крестиков, далее кликаю вот функцию «Вставить метки». Ну, кстати, здесь вот, прежде чем вставить метки, конечно, лучше увеличить как можно больше нашу подложку. И, что касается сетки, я ее довольно быстро накладываю. Максимум с третьего раза она у меня ровно ложится. Это я немножко повторяюсь. И далее кликаем на функцию «Выровнять сетку». И далее смотрим, нравится нам наложение этой сетки, не нравится. В общем-то, кстати, мне в программе «Подемикер» нравится именно эта функция наложения сетки. Потому что все-таки она ложится ровнее. Вот здесь, кстати, немножко скошено. Если не нравится, мы опять все меняем. Кликаем на «Отменить» и опять проделываем то же самое. Итак, сетка у нас наложилась. В общем-то, ровненько, нормально. Далее говорим «Далее». И далее здесь ничего не трогаем и просто импортируем. Вот у нас в правой части появилась наша импортированная схема с подложкой. И нажимаем функцию «Выход». Если у вас все устраивает, нажимаем «Выход». И далее, как обычно, набрать палитру. Как набирается палитра в Dimensions, это можете посмотреть в уроке по перенабору схем Dimensions. Поскольку у меня уже есть палитра «Мулина Dimensions», то, естественно, я перенабираю в палитре «Мулина Dimensions», в меньшей уроке. Намного все легче делается. Далее, вот я перенабрала палитру. Кстати, давайте посмотрим на ключик. Вот, ключик тут ясный, понятный. Здесь крест, здесь полукрест. Выбираем цвет значков и так далее. В общем, в этом особенности перенаборов схем Dimensions. Кстати, у Анкора и у Буцила есть вот такая вот особенность, где большие и сложные многоцветные схемы. Если вы этого не знаете, смотрите мой урок по перенабору схем Dimensions. Как набирать такую вот разноцветную палитру. Ну и далее, как мы помним, я отдельно набирала крест-полукрест, там символы и отдельно бэкстич. Но здесь я решила сделать по-другому, несмотря на то, что, конечно, тут бэкстича довольно много. Я сначала отрисовала бэкстич и затем уже после отрисованного бэкстича я перенабирала крест-полукрест. Можно делать либо так, либо так. Хотя тут вот есть вероятность, какая ошибка большая. Вот здесь вот при отрисовке бэка мы здесь можем не увидеть символы. Нужно будет смотреть. Вот таким вот образом у нас отрисовался наш бэк. И далее я перенабирала крест-полукрест. Конечно, тут надо быть внимательным. Ошибиться легко, потому что и крест и полукрест полон символом. Каким образом, кстати, можно посмотреть значки, которые находятся под бэком, я воспользовалась тем, что можно посмотреть подложку сверху. Здесь можно посмотреть, какие символы лежат, где вот много-много бэка. Чтобы не ошибиться и не пропустить. Итак, перенабор первой части готов. Как, кстати, можно проверить правильность перенабора? Я проверяю, переключая его вот на сплошные квадратики. Можно увидеть то, чего пропустили. Кстати, вот здесь вот есть, видите, смотрите, символ Е. Нужно добить обязательно. Итак, ошибки исправили. Как можно еще проверить? Это убрать цвет за символом. И если у вас идеально совпадают символы, то вот так вот визуально можно проверить, есть ли расхождение. Скажу, что я тоже ошибки таким образом находила. И если нам что-нибудь не видно, непонятно, как я уже показывала, заходим и смотрим подложку сверху. Так можно находить свои собственные ошибки и далее. Далее, после того, как мы перенабрали, убираем отсюда подложку. Для этого уменьшаем схему до минимума. Выделяем либо быстрыми клавишами Ctrl-A. Кликаем вниз схемы, появляются вот такие черные квадратики. И удаляем нашу подложку. И далее нам нужно нашу схему увеличить. Увеличить можно сразу до того размера, каким будет наш перенабор. Но я лично в начале его увеличила на ту часть, которую я собираюсь перенабирать. А собираюсь я перенабирать первую часть снизу. Поскольку, как я говорила, здесь немножко косячная рядышком графика, можно любую соседнюю часть перенабирать. Для этого я захожу в меню Canva. И здесь я на всякий случай увеличиваю наш размер 105 крестиков, а здесь вниз продолжаю до 200. Хема у нас автоматически увеличивается справа и вниз. И что я сразу сделала? Я посмотрела на графику и сразу выровняла, чтобы у меня сетка полностью совпадала с родной графикой. Вот это можно посмотреть в редакторе Пиказо. Таким образом у меня должна сетка быть расположена. Поэтому я выравниваю ее, чтобы она мне идеально совпадала. То есть я опять все выделяю и ее подвигаю на нужное место. Ну вот я ее подвинула. У нас сеточка идеально совпадает. Сама графика у нас 96 на 96 клеточек. Там еще, если мы посмотрим в схеме, то здесь вот просто чистые крестики. Вот сейчас уже внимательно, сейчас пойдет как раз новый метод. Это так сказать повторение пройденного материала. Далее мы в эту самую схему будем подкладывать следующую часть графики. И прежде чем это сделать, ее нужно обязательно обработать в графическом редакторе. Как я говорила, это я делала в Пиказе. Вот у меня родная графика. Далее я кликаю на функцию «Мне повезет». Как вы видим, у нас схема стала ярче и четче. А далее нам нужно обязательно ее обрезать. Причем, чем точнее вы обрежете по самой схеме, тем меньше у вас будет мороки. Я кликаю на функцию «Кадрирование». И здесь должна быть опция вручную. Вот здесь вот есть всякие-всякие опции. Обязательно поставьте на опцию вручную, если будете пользоваться именно этим редактором. Далее вот кликаем по нашей графике. И вот таким образом, аккуратненько, чем точнее вы сделаете, тем будет лучше. Заодно проверяйте, чтобы схема не была кривой-косой. Ее можно в этом же редакторе подровнять. Смотрите сами, чтобы обрезка была идеальная. Ну вот я подровняла, вроде нажимаю «Применить». Кстати, обрезать, как я вам говорила, можно в самой программе. И сразу проверяю, вроде ровненький скан. И можно с ним работать дальше. И далее обязательно в этом редакторе нужно сохранить как. Вот у меня часть третья, у меня уже все сохранено. И далее мы переходим в нашу программу по демейке. То есть работа с графикой здесь обязательно. Хочу вам сразу сказать, что мы дальше делаем. Далее мы кликаем в меню «Файл» и кликаем на «Интерактивный импорт». Обязательно это лучше сделать. Итак, кликаем на «Интерактивный импорт». Сейчас посмотрим, чем он отличается от обычного импорта. После того, как мы поставили галочку, внимательно смотрим. Здесь у нас есть «Импорт изображения». Смотрим, что у нас есть две функции. В новую схему, а мы будем импортировать изображение в текущую схему. Итак, кликаем на «Импорт изображения в текущую схему». И вот так у нас программа работает. У нас уже здесь программа загрузила предыдущее наше изображение. Вот здесь посмотрите, чем отличается обычный импорт от «Интерактивного». Здесь на каждую опцию можно кликнуть и все править вот таким образом. Итак, но поскольку у нас изображение поменялось, мы загрузим нашу вторую часть. Так, вторую часть мы загрузили. Кстати, схему мы будем смотреть в символах. И далее мы настраиваем каждую опцию отдельно. «Сетка». Здесь мы сетку накладывать не будем. Кликаем «Метод». Ставим галочку «Сделать изображением фона для обводки». Кстати, здесь вот эти опции постоянно перепрыгивают с места на место. Смотрите внимательно. Фон нам не нужен. Передний план нам не нужен. Далее обязательно заходим во вкладку «Цвета». И смотрите, что обязательно здесь нужно сделать. Здесь есть такая функция «Дополнительно». Вот кликаем на эту функцию. И здесь обязательно надо убрать галочку «Автовыбор символов после импорта», чтобы символы при импорте у нас не изменялись. Кстати, именно поэтому они, похоже, изменялись ранее. Поэтому я вот воспользовалась этим интерактивным методом. Далее последняя у нас опция – это «Размер». И здесь вот нам нужно будет проделать необходимые манипуляции. Во-первых, убрать здесь галочку «Сохранять пропорцию». И здесь мы будем пользоваться функцией «Размер, соответствующий с выбранной областью». Вот этой функцией будем пользоваться. Но прежде чем воспользоваться этой функцией… Кстати, эта левая часть нам уже совершенно не нужна после того, как мы сделали. Нам нужно выбрать то место, куда мы будем наше изображение подкладывать. А наше изображение, давайте вспомним, у нас 97 на 97 клеточек. То есть это обязательно нужно посчитать. И с помощью функции выделения… Вот здесь нам приходится уменьшать нашу схему. И с помощью функции выделения мы выделяем то место, куда мы будем подкладывать нашу новую графику. Она у меня тут легко считается. То есть у меня должно быть с левого края 3 клеточки и снизу 3 клеточки. 5 крестиков оставила так, на всякий случай. И так вот я вроде бы выделила то место, куда должна стать моя новая часть подложки. Проверяйте внимательно. Если что-то получается не так, опять заново все выделяете. И далее здесь кликаем на функцию «Размер, соответствующий с выбранной областью». И после этого нажимаем кнопочку «Импорт». Давайте посмотрим, что же у нас получится. И вот как мы видим, у нас подложка встала туда, куда нам надо. Давайте увеличим, посмотрим насколько она ровна. То есть если подложка хорошо выровненная, то мы можем сразу перенабирать. Вот посмотрите, но здесь она у нас немножко искривлена. И давайте я вам покажу, каким образом при таком методе откладывания подложки, то есть сетку мы наложить здесь не можем, каким образом можно подровнять нашу подложку. Для того, чтобы ее подравнивать, кликаем на схемы, у нас появляются такие вот черненькие квадратики. И далее вот здесь вот, кстати, я очень долго тренировалась, сразу вам скажу, сразу может не получиться. И далее у нас вот есть такие черненькие квадратики, и нам нужно ее подровнять, если она немножко неровно легла. Нужно аккуратно потихоньку тянуть за эти черненькие квадратики. Ровнять, вот видите, у меня должна быть сеточка совпадать. Вот это надо тренироваться, честно, тренировалась долго и упорно, но очень хотелось сделать. Вот посмотрите, я немножко подтянула, здесь вот можно тянуть вот за эти уголки, вот эти вот черненькие. Она очень легко деформируется. И кстати, мне когда-то кто-то говорил на сайте, что с подложкой можно работать. И вот здесь вот нужно морочиться с подложкой. Посмотрите, я ее буквально в два клика подровняла, можно вот здесь вот подравнивать тоже немножко. Вот за эти вот черненькие квадратики вот так вот немножко подтягивать. Допустим, если неудачно, есть шаг назад. Даю вам только общие рекомендации, здесь только тренировка. И после того, как вы посмотрели, вроде нормально все. И посмотрите, как прекрасно можно дальше перенабирать. Далее, посмотрите, у нас палитра полностью сохранена. Далее мы говорим закрыть. И далее, посмотрите, у нас следующий этап для перенабора. Далее делаем как обычно. Я здесь рисовала бык, а потом перенабирала крест-полукрест. Итак, перенабор второй части у нас готов. Вот он. Побложку мы опять убираем. И далее мы в эту самую схему будем подкладывать третью часть. Рассказываю подробно, чтобы было все ясно. Не было никаких вопросов. Для этого я конво опять увеличиваю. Но можно это сделать сразу. То есть у меня было здесь 105. Я ставлю на всякий случай 210 крестиков. То можно все это убрать. У нас схема увеличивается на столько, сколько надо. Сетка остается у нас родная. То есть совпадение идеальное у нас идет с родной графикой. И далее я буду подкладывать четвертую часть графики. Вот в эту часть я буду подкладывать. И проделываем те же самые манипуляции. Итак, перед вами следующая часть графики. Специально показываю случай, когда у нас немножко неровная графика. Ее придется выравнять. Итак, я кликнула на функцию «Мне повезет». Далее я беру «Кадрирование». Если вы посмотрите внимательно, то у меня здесь вверху немножко скошенная графика. Ее можно выровнять. Кликаем на функцию «Выравнивание». И вот здесь вот пододвигаем. Вот так вот. Смотрим, чтобы у нас была графика идеально ровная. Вот. Графику мы вроде подровняли. Здесь вот есть такие вот линеечки. Посмотрим внимательно. Говорю «Применить». И далее я повторно кадрирую. Как вы понимаете, здесь графика должна быть идеально обрезана по краюшку. Вот таким образом. Сказываю специально подробно. Еще раз говорю «Применить». Если вас что-то не устраивает, «Кадрирование», опять кликните «Повторное кадрирование». Да, здесь обязательно, кстати, должно быть вручную. Почему-то переключается квадратную обложку. «Повторное кадрирование». И далее мы сохраняем эту часть, уже отредактированную отдельно. И далее обращаемся к программе. И далее опять в эту самую схему импортируем изображение. Кликаем на функцию. Загружаем следующую часть. Четвертая часть у нас загрузилась. В принципе, ее можно вот так вот уже прикрыть. Потому что мы с ней уже ничего делать не будем. Далее мы все подправляем. Смотрим, чтобы не было автовыбора. Кстати, можно вот так вот поставить. Использовать для новых схем, чтобы во второй раз не дублировать. Здесь можно, кстати, убрать галочку в палитре. И далее здесь убираем галочку «Сохранять пропорцию». Это нужно для того, чтобы равнять подложку. Далее проделываем то же самое. Выделяем ту часть нашей схемы, куда мы будем подкладывать подложку. Убираем галочку. Здесь ставим точку. И далее импортируем нашу третью часть. Кстати, чем мне понравился интерактивный метод? Если какая-то кривая подложка косая, можно опять все заново загрузить. Исправить в программе ПК за подложку. Опять ее обрезать. Если у вас что-то не устраивает, вы опять можете все изменить. Кликайте, проверяйте. И опять заново импортируйте. Если меня не устраивала моя подложка, я опять ее меняла, опять загружала здесь в эту самую схему, и опять все меняла. То есть, если вас что-то не устраивает, допустим, здесь подложка у меня кривоватая получилась, я загружаю вот именно ту часть, которую я ровняла в четвертую часть, и опять нажимаю импорт. Смотрю, нравится или не нравится. Чем ровнее будет подложка, чем правильнее будет обрезана, тем будет меньше у вас мороки с подравниванием. И далее нам нужно опять, при том, что подложка немножко здесь неровно легла, ее нужно будет подравнять, как я вам уже показывала. Для этого мы выделяем все, кликаем вне нашей схемки, и далее увеличиваем, и тянем вот за уголочки. Опять же, здесь я вам никаких рекомендаций прям точно не могу сказать, поскольку сама тренировалась. Понемножку вот так вот двигаем подложечку за эти уголки. Вот видите, тут уже подравнялась. Здесь аккуратно надо очень ее ровнять. Если что-то вас не устраивает, опять отменяем шагом назад. Вот, кстати, в итоге, как я подравняла, видите, тут у меня половина символов немножко обрезаны получились. Вот так вот можно выровнять. И посмотрите, по этой подложке уже можно спокойно перенабирать. Каждый раз графика разная, и каждый раз в каждой графике есть своя особенность. Это, кстати, вот минус этого метода. Метода без склейки. Но зато у нас видно все прекрасно. Продолжение. Куда нам что нужно рисовать. Я даже, кстати, к ключу не обращалась. Кликла на этот зелененький цвет. Можно, кстати, быстрая клавиша. Быстрая клавиша, пипетка, это пробел. То есть нажимаете пробел, и работает пипеточка. Нажимаю функцию рисования бэкстича. Вот у меня уже цвет выделен. Даже ключ смотреть не надо. И я уже вот рисую дальше. Вот так вот все очень удобно и все очень последовательно у нас получается при таком методе. Итак, третью часть я перенабрала. Опять все проверила. И все то же самое. Убираем подложку. Просто кнопочкой Делать напоминаю. И проделываем те же самые манипуляции. Как мы помним, скан этой части был с дефектом. И столбик был обрезан. И сейчас я вам покажу, какая у меня подложка получилась в четвертый раз. Вот мне пришлось обрезать один столбик, чтобы вот так вот ровненько подложить. А затем этот столбик я просто вручную смотрела на схему, увеличивала и перенабирала, чтобы у меня получилась полная схема. Здесь я уже больше повторяться не буду. Вот собственно говоря и весь метод я вам показала. Давайте я вам покажу, какой же перенабор у меня получился. Перед вами готовый перенабор. Прекрасный весенний букет. Букет Мэри. Не забываем грамотно оформить ваш перенабор. Особенно если вы хотите с кем-то поделиться. Указать нужный цвет канвы. Цвет канвы я нашла в графике. Здесь он голубенький. Канв, кстати, не нашла. Искала уже по интернету. Где можно поставить цвет канвы. Для этого заходим в меню канва. Нажимаем на цвет. Я взяла голубой blue. Если мы хотим указать дизайнера, фирму, а также автора перенабора. Заходим в меню файл. Здесь есть информация. Я здесь указала название дизайна, имя дизайнера, фирму. Канва 16. Можно кстати поставить несколько. Каунтом канвы 14 и 18 если хотите. И кстати здесь можно изменить шрифт на тот, который вам нравится. Если кликаем на эту функцию шрифт. То по умолчанию у нас обычно самый первый шрифт. Я предпочитаю тахома. Вот таким образом выглядит ключ в тахоме. Если у вас какие-то есть личные предпочтения. Можете выбрать соответствующий шрифт. А кстати название и имя дизайнера я нашла в самой графике. Можно посмотреть по интернету если не знаете. И так я сконвертировала этот перенабор палитру DMC. Вот здесь вот у меня в палитре Dimensions. Для тех кто будет вышивать родными нитками. А здесь в палитре DMC. Как мы видим в DMC перенабор выглядит несколько бледнее. Оба этих перенабора вместе с графиком вы можете скачать у меня на сайте. Ну и вот собственно говоря я заканчиваю свой урок. Вы можете зайти на мой сайт если вы смотрите с YouTube. И скачать мой урок. И посмотреть его внимательно. Как все я делаю. Надеюсь вам все понятно и ясно. Хочу сказать что у меня еще немного опыта по этому методу перенабора. Надеюсь что кто-то попробует этот метод. И он так же ему понравится как и мне. Мне этот метод понравился честно вам скажу. Несмотря на то что приходится морочиться с графиком. Еще раз большое спасибо Наталье. За то что она подсказала что можно так делать. А я жду ваших отзывов и предложений. Возможно у вас есть какие-то еще предложения. Какие-то усовершенствования. А на сегодня все. До новых моих уроков. Всего доброго и ровненьких вам крестиков.